Так как буржуазная революция в Нидерландах произошла раньше, чем в Англии, эта страна почти на век захватила европейское лидерство в торговле, товарном производстве и финансовом деле. Часто период с 1609, год окончания Нидерландской революции, по 1688 год, год славной революции в Англии, после которой она постепенно оттеснила Нидерланды на второй план, называют «золотым веком Нидерландов». Голландские корабли перевозили большую часть грузов всех европейских стран. Английский политик и писатель Даниэль Дефо, автор знаменитого Робинзона Круза, называл тогдашнюю Голландию «всемирным перевозчиком». Но не только на морских перевозках строилось процветание Нидерландов. Голландские сукна, полотно, сыр, сельдь, фрукты на европейских рынках были вне конкуренции. Грамотное ведение сельского хозяйства, применение всевозможных новшеств позволили за несколько десятилетий существенно повысить объем производства сельскохозяйственной продукции, в основном животноводческой. Одновременно, так как развитие сельского хозяйства шло по интенсивному пути, высвобождалось огромное количество рабочих рук. Люди перебирались в города, что в свою очередь стимулировало рост промышленного производства. К концу XVIII века 65% голландцев жили в городах. Ведущими отраслями промышленности в Голландии были сукноделие и судостроение. Бурно развивались здесь и такие новые отрасли промышленности, как книгопечатание, изготовление бумаги, кирпича, керамики, сахара, табака. Признанным европейским лидером Голландия была и в сфере торговли и финансов. Кроме давно уже работающей биржи в городе Брюкге открылось еще несколько бирж, крупнейшая из которых располагалась в Антверпене. А в 1609 году в Амстердаме открылся банк, ставший вскоре крупнейшим в Европе. Банк принимал вклады и выдавал кредиты торговцам и правительствам практически всех европейских государств. Выданные амстердамским банком Викселя принимались в качестве надежного платежного средства в любом конце Европы. В свой Золотой век Голландия сумела создать также мощную колониальную империю. Созданная в 1602 году голландская Ост-Индская компания вела монопольную торговлю на Филиппинах и Малукских островах, активно осваивала острова Индонезии и Китайское побережье, вытесняя оттуда португальцев. Голландские купеческие корабли доходили до Японии. Долгое время изо всех европейских стран Япония торговала только с Голландией. Голландская Ост-Индская компания проникла и в Индию, соперничая с английской Ост-Индской компанией. Однако, несмотря на такие впечатляющие успехи, Золотой век Голландии скоро закончился. Главной причиной того, что в 80-х годах 17 века Голландия уступила первенство Англии, ученые называют острую нехватку в стране собственных ресурсов. Большинство отраслей голландской промышленности и прежде всего знаменитое голландское сукноделие практически полностью зависели от привозного, в том числе английского сырья. Кроме того, огромное количество продукций производилось исключительно в расчете на экспорт, то есть сбыт на зарубежных рынках. Когда обладающая более богатыми по сравнению с Голландией сырьевыми ресурсами Англия, наконец оправилась от вызванных революциями потрясений и набрала достаточно сил, чтобы выйти со своей продукцией на мировой рынок, она легко опередила Голландию. Это было тем более просто, что в разбогатевшей Голландии большинство буржуа постепенно отходили от дел, превращаясь из промышленников-предпринимателей в рантье, то есть людей, получающих гарантированный стабильный доход по акциям какой-либо финансовой компании. Энергичные английские предприниматели не мешкая заняли освободившуюся нишу в торговле, производстве промышленной продукции, морских перевозках. Складывание буржуазных отношений в Голландии, как впоследствии и в других странах, привело к резкому социальному расслоению населения. С одной стороны, произошло значительное обогащение сравнительно узкого слоя буржуазии, городской верхушки, с другой стороны, появились сотни тысяч наемных работников, рабочих мануфактур, сельскохозяйственных рабочих, матросов. Трудились они часто за нищенскую плату жили в подвалах и лачугах. Никакого законодательства, регулирующего права и обязанности наемных работников и работодателей в Голландии тогда не существовало. Не было и организаций, помогающих наемным работникам отстаивать свои интересы. Поэтому положение большинства из них было немногим лучше положения феодально зависимых крестьян в прежние времена. В середине XVII века резко обострились отношения между Англией и Голландией. В обеих странах бурно развивалась торговля и промышленность, и их интересы все чаще стали пересекаться. Как вы помните, долгое время Голландия держала первенство в морской торговле и в производстве некоторых видов товаров, в частности сукна. Делалось оно преимущественно из английского сырья, которое вывозилось из Англии на голландских кораблях. Кроме того, значительную часть европейских и колониальных товаров в Англию также доставляли голландские суда, их владельцы брали меньшую плату за фрахт. Это тормозило развитие в Англии собственного сукноделия и судостроения и лишало доходов английских промышленников, торговцев и судовладельцев. Чтобы защитить их интересы, в октябре 1651 года парламент Англии принял навигационный акт, которым запрещалось ввозить в Англию товары на кораблях, не принадлежащих англичанам. Это больно ударило по интересам голландских судовладельцев. И в 1652 году началась Первая англо-голландская война. Ее называют иногда торговой войной, так как причиной начала военных действий было столкновение торговых интересов этих стран. Состоялось несколько морских сражений, которые Англия сравнительно легко выиграла, и в 1654 году голландцам пришлось смириться с условиями навигационного акта. Навигационные акты принимались и после реставрации в Англии королевской власти. Эти новые акты были еще более жесткими, их действие распространялось не только на остров Великобританию, но и на английские колонии, а иностранным кораблям был запрещен не только ввоз, но и вывоз товаров и сырья из Англии и колоний. Теперь практически всю свою торговлю, и внутреннюю, и внешнюю, британская колониальная империя вела посредством собственного торгового флота. Голландия пыталась сопротивляться, и между ней и Англией состоялись еще две войны – в 1665-67 и в 1672-74 годах. Основной причиной этих войн стала колониальная экспансия обеих держав, то есть стремление захватить как можно больше территорий, и открытое соперничество за колонии. В результате Голландия окончательно утратила свои былые позиции, уступив место владычице морей Британии, которая и занимала его вплоть до конца XIX века.